Тем временем Дональд Трамп был вынужден разъяснять, в чем истинный смысл его указа, который ужесточает миграционную политику. А точнее, временно запрещает въезд в США гражданам из семи государств, где население в основном мусульманское. Уже есть реакция из Ирака. Парламент проголосовал за принятие ответных мер. На этом фоне в США бушуют протесты. Люди недовольны указом и не хотят слышать, что он направлен на борьбу с терроризмом. Анатолий Лазарев продолжит. От западного побережья до восточного протесты вот уже третьи сутки идут фактически во всех крупных городах США, где есть международные аэропорты. Бостон и Сиэтл, Майами и Лос-Анджелес, Хьюстон и Детройт. География обширная, требования одинаковые. Отменить у Кастрампа под названием о защите страны от въезда иностранных террористов. Президент запретил на три месяца въезд в США гражданам семи стран с преимущественным мусульманским населением, а именно Иран, Ирак, Йемена, Ливия, Сирия, Сомали и Судана. На четыре месяца остановил прием любых беженцев и на неопределенный срок беженцев из Сирии. Среди тех, кто уже не смог попасть в США, сириец Наиль. Его не пустили на борт самолета, вылетающего в Америку из Турции. Я получил визу по линии воссоединения семьи. Моя жена и сын сейчас в США. Мой сын американец. Мы ждали этого дня два года. Наконец-то у нас появился шанс. Но из-за моего сирийского паспорта мне не разрешают лететь. В первые же часы действия указа было задержано более 200 человек. Например, Хамид Халид Дарвиш из Ирака. 19 часов просидел в аэропорту Нью-Йорка в наручниках. Несмотря на то, что 10 лет работал переводчиком в американской армии. Оппоненты Трампа не могли упустить столь удобную возможность заработать политические очки. Сегодня мы здесь, чтобы сказать громкое «нет» и президенту, и его ужасным указам. Они вредны для Америки. Они вредны для человечества. Они вредны для нашей национальной безопасности. И они противоречат всему американскому. Не только демократы раскритиковали Трампа, но и соратники по партии. Республиканцы, сенаторы Маккейн и Грэм заявили, что указ не усилит безопасность США, а наоборот, так как будет способствовать вербовке новых террористов. Трамп ответил жестко. Сенаторам следует сосредоточить свою энергию на борьбе с ИГИЛ, нелегальной миграции и безопасности границ, вместо того, чтобы все время пытаться развязать Третью мировую войну. Трампу пришлось даже объяснять в специальном заявлении. Религия совершенно не причем. Нет никакой дискриминации мусульман. Дело в том, что в этих семи странах действуют террористические организации. Чтобы было ясно, это не антимусульманский запрет, как ложно сообщает пресса. Дело не в религии. Речь идет о терроризме и о безопасности нашей страны. В мире есть более 40 стран с преимущественно мусульманским населением, которые не затрагиваются действием этого указа. Мы возобновим выдачу ВИЗ всем странам, как только в течение 90 дней убедимся, что рассмотрели, и применяем самые безопасные процедуры. При этом в Белом доме подчеркивают, что странами с высокой террористической опасностью эти семь государств считала и предыдущая администрация Обамы. Только кроме заявлений ничего по этому поводу не сделала. Администрация Обамы указала эти страны в первую очередь. И на основе разведданных посчитала, что для граждан этих стран должны быть введены дополнительные ограничения на въезд. Но все это не аргумент для тех, кто протестует. Каждого выходящего из терминала в международном аэропорту Вашингтона толпа встречает как героев. Причем собравшимся совершенно не важно, откуда кто прилетел и были ли у него сложности. Мы все хотим быть в безопасности, но не за счет ущемления наших гражданских прав. Нужна система сдержек и противовесов. Мы будем здесь, пока Трамп не изменит решение. Думаете, Трампу важно ваше мнение? Нет. Как же вы измените ситуацию? Трамп должен почувствовать, что против него может повернуться вся страна. Страсти активно подогревают и звезды шоу-бизнеса, которые традиционно выступают против Трампа и уже традиционно не стесняются в выражениях. Например, популярная певица Риана, родом с Барбадоса, в Твиттере назвала президента аморальной свиньей. Взрывы общественного возмущения в немалой степени способствовали сами пограничники. Указ президентам подписан, исполнять надо, а как? Пояснений нет. Например, что делать с человеком с видом на жительство в США, прилетевшим из Йемена? И тогда на местах решили перестраховаться и вообще никого не пускать из этих семи стран, даже американских граждан, если у них есть еще и паспорт неблагонадежного государства. В эти дни в аэропортах среди встречающих много юристов. Они помогают составлять судебные иски. Федеральный суд Нью-Йорка уже рассмотрел дело двух иракцев и запретил депортировать из США тех, кто подпадает под действие указа, но смог добраться до американской территории. Решение Трампа вызвало большой резонанс во всем мире. Осудили указ Германии, Швеции, Нидерланды. А Канада уже предложила временное прибежище всем, кому во въезде откажут США. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Первый канал, Вашингтон.